Здравствуйте! Тема дня – плата за землю. Нужно ли давать преференции в этом вопросе бизнесу или настаивать на выполнении договорных отношений? Об этом не только нам расскажет Игорь Чумаченко, глава земельной комиссии, депутат городского совета от фракции «Оппозиционный блок». Здравствуйте! Добрый день! Не так давно вы называли одним из своих достижений – это снижение арендной платы для гаражных и садоводческих кооперативов. Считаете ли вы, что такой подход необходимо распространить и на коммерческие структуры? Да, действительно, в прошлом году, в 2016, в феврале месяце, одно из немногих обращений, которые выносятся в порядок дня сессии городского совета, мы действительно достигли своего результата. То есть достучались до Верховного совета, до Кабинета министра, до президента. И с 1 января 2017 года практически все наши требования, которые мы записали в этом обращении, они были удовлетворены и внесены изменения в налоговый кодекс. Речь шла прежде всего об отдельной категории. То есть это гаражные кооперативы, ОСМД и садоводческие кооперативы, чтобы пойти навстречу людям, потому что большинство из них – это пенсионеры, это наши с вами родители, бабушки, дедушки, которые работают на свободное время, фактически работают на этих садовых участках, выращивают. Арендная плата за землю, она составляла космический размер 3%. Поэтому налоговый кодекс нам дал такую возможность органам местного самоуправления внести уже в действующее решение изменения и в 33 раза именно для этой категории уменьшить арендную плату за землю. То есть на сегодняшний день это уже состоявшийся факт, это решение февральская сессии городского совета, текущего года, разумеется, которая вступила в силу. То, что касается бизнеса, предприниматель идет на определенные риски. Это сама суть предпринимательской деятельности, он заключает договора аренды с местными советами, берет в аренду земельный участок и обязан соблюдать, потому что договор, разумеется, двухсторонний, и условия должны соблюдаться как со стороны городского совета, так со стороны и предпринимателя. Если установлена нормативно-денежная оценка и коэффициент, соответствующий на этот земельный участок, то стороны должны выполнять, в том числе предприниматель должен платить, бизнес должен платить арендную плату и налог за земельный участок, за его пользование. То есть условия должны быть равные абсолютно для всех предпринимателей. Скажите, а есть ли в Запорожье территории, которые были выделены под аренду, но не используются по назначению? И сколько их? На сегодняшний день мы к этому вопросу, только как каденция началась в 2015 году, мы очень системно подошли к этому вопросу. Первый шаг это была именно автоматизация всей системы учета, то есть это инвентаризация земель. Много говорили, мало делали, поэтому мы пошли по пути установления программы, которая автоматически систематизировала весь учет, всю инвентаризацию земельных участков. Допустим, за короткий период 2017 года два участка уже по решению суда, благодаря этой автоматизированной системе арендная плата, налог, так она называется, такое название у нее есть, вернули территориальной громаде. Долг был 150 тысяч. То есть это были разорваны договора и их вернули? Совершенно да, решением суда были прекращены и разорваны договора, прекращены были договора и эти два участка вернули в собственность города. Сейчас они будут выставляться на аукцион и предприниматели, которые захотят какую-то деятельность вести на этих участках, могут путем аукциона, путем земельных, через условия, которые продиктованы земельным кодексом, внутренними решениями органов местного самоуправления Запорожского городского совета получить эту землю. Значит, еще два участка, буквально через короткий период, я так думаю, что будут уже вынесены судебные решения, два участка, площадь более 20 гектаров, задолженность 6 миллионов была по этим участкам, они также будут возвращены территориальной громадой в коммунальную собственность. И на сегодняшний день 13 предпринимателей добровольно отдали свою землю, вернули обратно землю в город, ну какие условия, или нежелание, или невозможность, то есть решением комиссии, было это решение поддержано, то есть эти договора на сегодняшний день прекращены и сейчас земельные участки будут выставляться также на аукцион и желающие, кто хочет развивать свой бизнес, развивать город, они могут взять в аренду эти земельные участки. Скажите, а какая ваша позиция по отношению к злостным неплательщикам налога? Ну какая позиция? Если еще раз говорить, системно подходить, да, проведена инвентаризация в земельных участках, есть автоматизированная система и на сессию мартовскую выносится решение, что будет создана комиссия, я думаю, что большинство депутатов Запорожского городского совета поддержат этот проект решения, комиссия именно, которая будет работать с такими злостными неплательщиками. В нее войдут члены, депутаты профильных комиссий бюджетной, земельной, налоговики, мы просим, чтобы также нас поддержали, правоохранительные органы, сельскохозяйственные инспекции уже в новом формате, которая переформатировалась. То есть, эта комиссия, я думаю, будет действенным органом именно в работе, в работе с такими арендаторами, предпринимателями, которые не соблюдают условия договоров. На сессии горсовета депутаты не поддержали предложение ввести мораторий на применение новой оценки земли в городе. Насколько законно вообще это предложение? На сегодняшний день это популизм. То есть, если бы был законодательный механизм, то есть, были внесены изменения в закон, которые давали нам закон об аренду, там масса законов, специальных законов по земельным отношениям, внесены в них изменения и давали нам право сделать этот мораторий, Я думаю, были бы такие проекты решения, были бы и от фракции оппозиционный блок, но закон нам не дает такого права. Потому что все мы прекрасно понимаем, что налог на землю и аренная плата – это один из основных источников наполнения городского бюджета. Например, за прошлый год, 2016 год, 773 миллиона – это были поступления в городскую казну от сдачи земли в аренду, от налога на землю. На текущий год мы планируем более 863 в плане миллионов гривен – это поступления от сдачи в аренду земли и, соответственно, налога. Я думаю, к концу года эта сумма будет скорректирована и пересмотрена, и она существенно вырастет. Что касается корректировки, если правильно ответить на этот вопрос, корректировки денежной оценки земли, да, к этому вопросу, к этой проблеме можно вернуться после того, как мы примем генеральный план. Потому что последняя нормативная денежная оценка, последняя корректировка была, мы пользуемся сейчас фактически до 2016 года, нормативной денежной оценкой 2008 года. Но за 10 лет же что-то изменилось, как ее не пересматривать. И в 2015 году она была пересмотрена и вступила с 1 января 2016 года. Ну а позиция? Позиция какова? Если договор заключен, еще раз я повторюсь, если заключен договор с предпринимателем, условия договора, они, разумеется, были прочитаны до его подписания, стороны согласились, на что они идут, и они должны выполняться, чтобы не превращать наш город в пустыри и свалки. То есть если предприниматель не может, либо не хочет соблюдать условия, то есть наполнять городской бюджет, платить налог и ренную плату, он может добровольно, чтобы не доводить до судебных тяж, отказаться от этих земельных участков, чтобы дальше развивать город, а не превращать его в пустыри. Спасибо, что пришли и рассказали подробно. А я напоминаю, сегодня все о плате за землю нам рассказала Игорь Чумаченко, глава земельной комиссии, депутат городского совета от фракции «Оппозиционный блок».